Канун Дня Зимнего Солнцестояния, вы знаете, в этом году он 22-го числа. И сегодня мы встретились для того, чтобы отметить этот день. Каждый год, в зависимости от того, на какой я нахожусь территории, в течение уже многих лет, дни, вот эти, например, точек на планете, когда это зимнее и летнее солнцестояние, весеннее и осеннее равноденствие, я провожу различные обряды в разных местах. И вот мы вспоминали с Людмилой, что 3 года назад мы проводили акцию такую в Центральном Доме Художника, она была достаточно масштабная, называлась «Глаза в глаза», где в течение 6 часов в высвеченном таком квадрате я сидел, и каждый человек мог прийти и посмотреть мне в глаза. Называлась акция «Глаза в глаза в присутствии волшебника». Ведь когда мы находимся в присутствии какого-то человека, как представителя какой-то профессии или какого-то дела, мы однозначно, у нас меняется настроение, мы чувствуем что-то другое, что-то особенное. И все то же самое происходит, когда мы находимся в присутствии врача, например, или в присутствии художника, или в присутствии волшебника. Это разные состояния и разные настроения внутренние. Вот сегодня мы в присутствии трех волшебников, а не официально, я думаю, что как раз нас здесь и сколько нас? Десять. Десять волшебников, да? Тоже недавно мы обсуждали какую-то тему в Facebook, кажется, это было, о том, что если один человек стремится к исполнению какого-то желания, он проводит какие-то действия для того, чтобы это желание воплотилось, для того, чтобы оно было реализовано. Это одна сила, одно усилие. Два человека умножаются каждый на каждого и семикратно, в разные теории, в разные школы приводят разные цифры. Кто-то говорит семикратно, кто-то говорит девятикратно. Ну и так, в такой вот прогрессии все это происходит. Три человека умножаются еще раз и еще раз, это число. Вот нас здесь десять, то есть в десять раз усилим девятикратно наше желание и какую-то новую программу, нового мира. День земного солнцестояния в разных культурах считался окончанием года и началом Нового года, но также и день весеннего равноденствия, осеннего в разных культурах также считался началом Нового года. Наверное, все-таки это не такие цикличные какие-то события, когда что-то одно заканчивается, а другое начинается вот прям так вот в году. Но, наверное, все-таки умирание солнца и смерть солнца, когда самая длинная ночь, самый короткий день, когда не хватает света и нам нужно подпитаться. Мы каждый год ездим на Аркаим и встречаем там день летнего солнцестояния, когда самый длинный день, когда можно напитаться этой энергией. Здесь мы будем с вами Солнце создавать сами, мы будем вызывать его, призывать, привлекать. Каждый из нас поделится с вами каким-то историем, какой-то своей энергией, для того, чтобы в следующем году были реализованы самые удивительные и невероятные вычеты, потому что мы смогли проявить себя в, может быть, даже каких-то неожиданных для нас качествах. И не боясь нового, не боясь перемен, не боясь того, что может произойти, а наоборот включаться во все процессы, вести на все провокации, самим тоже провоцировать мир, провоцировать друг друга как-то, вкладываться, включаться. Мы так решили сделать нашу программу, Даная начнет нашу встречу, ИСА продолжит, а я закончу ее обрядом, и таким образом мы перенесемся и из астрального мира, из мира желания, в материальный Дану попробует, попробует и сделает особый обряд, особый ритуал. ИСА держит в секрете от нас то, что он для вас приготовил. Вот, нет, не расскажу, потому его тайный секретный подарок он сделает, ну, мы не сомневаемся, что это будет что-то особенное, что-то удивительное, ИСА умеет удивлять и умеет отдаваться своему любимому делу на все сто процентов. Ну и я завершу вот этот тройник, так сказать, триптих, тройник смешнее, трисмегист. Да, трисмегист, трижды величайшие. Вот так вот мы с вами будем вспоминать, наверное, через какие-то годы, вот здесь, в этом очень уютном маленьком помещении, в самом сердце Москвы, начинались вот эти первые наши занятия, которые вот мы все-таки собираемся, и собираемся накручены. Просто предновогодняя суета, невозможно ничего запланировать, невозможно встретиться, невозможно увидеться. Но вот начинаются занятия этой школы, школы трисмегист. Сегодня одно из таких занятий, наверное, мы, наверное, точно каждый из нас узнает нечто новое, что-то волшебное, что-то удивительное для себя из этой встречи вынесет. А сейчас, наверное, мы с ИСОИ пересядем в зону. Вы можете, да, леветься, леветься. Нет, я думаю, что у меня же направлено на все равно, на женскую энергетику. Да, она нас всегда отпускает. Мальчики, покуляйте, покурите. Ну да, что-то. Мы, может, на свет проходим, может, перед визу. А на женской энергии вы настройтесь и наберете нас. А на женской энергетике, да, 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 спасибо. Ой, эти свечи. Эти свечи сегодня будут заряжены всеми нами тремя, всеми нами десятью. Одиннадцатью. Одиннадцать. А то видео не получится. Одиннадцать сюда. Ну, это вообще шикарно. Я думаю, что и, ну, я тоже себе, ну, чуть-чуть, мы все пособираем. Но вот здесь их три, подержите при себе. Пока, да, она начинает, вы можете их подержать в ту хашку. Это только во время обряда, когда я буду его поворачивать. Хорошо? И сам, возьми, пожалуйста, куртку. Не холодно, если вас. Возьми, пожалуйста, куртку. Хорошо. Хорошо. Большой ничего не надо. Вот здесь заплакан. А ты, может, я только шоку длина. А но? Рада вас всех видеть, кто со мной еще не знаком, меня зовут Дану. Я как минимум сотрудник нашей такой замечательной школы «Трисмегист», плюс я финалист проекта «Черно-белая» второй сезон, в котором мы вместе участвовали с Андреем и Сысоей. Также я мастер женских практик, очень люблю женщин, ненавижу в хорошем смысле мужчин, в том смысле, что очень солидарна с женщинами. Вот, поэтому, да, не очень люблю их присутствовать на своих тренингах, поскольку рассказываю такие секреты, как управлять ими. Умею управлять мужчинами, уже могу сказать, что на 100%. Нет ни одного случая, если ко мне обращаются на консультацию или вернуть мужа, или, ну вот, какие-то такие семейные проблемы, чтобы хоть на 80% я не помогла. Да, не потому что хвастаюсь, а потому что пытаюсь зарядить вас масштабом расширения, потому что всё-таки до 22 декабря у нас Юпитер. Кто был на моих семинарах, он знает, что это планета расширения, и у нас миссия до 22 декабря расширяться. Вот, выходить за грани своего разума, за грани своих возможностей, за грани своих желаний. И, кстати, день зимнего солнцестояния – это день своей внутренней старухи. Это тогда, когда мы проживаем, да, свою боль, и с весной мы рождаемся вновь, опустив все старые зависимости, все старые хвосты, все старые какие-то обиды. Есть определенные медитации, я буду их давать, как всегда, на вебинарах на своих, то есть я очень много даю, пытаюсь дать информации. Но сегодня я хочу сделать не это, сегодня я хочу, чтобы вы, мы сейчас отфильтруем определенной техникой из 20 желаний, которые я попрошу вас сейчас написать, отфильтруем 10, и я сделаю так, чтобы эти желания у вас исполнились. Не обещаю, что в течение года, но обещаю, что исполнится каждый, то есть прогарантирую практически почти на 100%, потому что на 100 не могу я не бог, но, как показывает практика, ну 99% желаний, да, исполняются, и мы сегодня будем немножко колдовать, а поскольку энергии, которые я буду заряжать ваше желание, это женская энергия, поэтому наши мальчики, они и вышли, вот, потому что у одного очень сильно развита Венера в Овне, это очень импульсивный такой человек, у второго, не буду говорить в каком, другом знаете, с диагнозом, поэтому, вот, но оба прекрасные, очень сильная Венера у них, поэтому она немножко сбивает меня, не вас, сбивает меня, когда я веду семинары, поэтому я сейчас хочу, чтобы вы написали 20 желаний, какие бы вы хотели, чтобы у вас исполнились в 2016 году, то есть 20 желаний, которые, ну, вот таких, как целей, которые бы вы хотели, чтобы вы исполнились в 2016 году, я вам на это даю, насколько, 24, и дам 6 минут до половины. А только насчет себя, и дам вам, наверное, это было? Нет, насчет себя, поскольку у нас, поскольку у нас сегодня энергетика, мы будем сами реализовывать, то есть я буду помогать, я могу помочь исполнить желание только тому, чью энергетику я сейчас чувствую. Вот мы сейчас ехали, кстати, вы тоже не отвлекайтесь, вы пишите желание. Да, мы сейчас ехали, и как раз был такой случай, сейчас, поскольку мы с Исой думали, что мы очень сильно опоздаем, мы ехали, и был случай очень тяжелый в моей практике, один-единственный, я ехала и говорила, ну, как раз, что, ну, вот, ну, это я вам заполняю эфир, пока вы пишете, что вот, в моей практике, я практикую именно любовную магию уже порядка 11 лет, что есть один случай, который, с которым я не смогла справиться, это очень известная семья, очень обеспеченная, очень богатая, и они живут в Каннах, и там нужно было, нужно было, ну, помирить, даже не вернуть, а помирить просто двух людей, которых, чей брак хотели родители, и я обещала, что я сделаю это за три месяца, у меня это, к сожалению, не получилось, прошло семь месяцев, и сегодня мне Иса говорит, что, ты знаешь, они помирились, и я, да, и я думаю, ну, вот, теперь я приду, и поэтому я с этого начала, что я пришла, и так немножко похвасталась тем, что у меня нет ни одного такого вопроса. Что? 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 Нет, абсолютно, вы можете просто написать, квартира, машина, то есть, как? А если я хочу, чтобы наладились отношения в семье между взрослыми, я могу описать, что я хочу, чтобы я хочу отношения в семье между взрослыми, да? Да, вы можете, главное, чтобы вы понимали, что вы имеете в виду. А для близких можно, или только для себя? Если это через вас, то есть вы, как связущее звено, чтобы наладилось, да, то можете. А если, к примеру, вы говорите, что хочу, чтобы, там, не знаю, сын купил квартиру, но при этом вы не будете им помогать ни материально, ни морально, то такое желание лучше не писать, потому что это желание не о вас. Я тоже хочу мир во всем мире, но, к сожалению, я этого сделать не могу, поэтому пока я рассказываю все-все-все хитрости, все архетипы мужчин, которые у нас существуют, все их значения астрологические, что означает Марс в таком-то зодиаке, что означает Венера в таком-то зодиаке. Вот, например, недавно у меня был клиент, которого, ну, вернее, клиентка, она спрашивала, что означает Марс в Скорпионе, когда он в знаке Скорпиона, он мужчина. Вот, и у меня есть один пример, очень близко известный, у которого мужчины тоже, Венера, он не Венера, а Марс находится в Скорпионе, и вот, как раз эти мужчины, они очень зависимы от близкой связи, и чем разнообразнее она, чем полигамней и многогранней женщины именно в этом, в этом аспекте, то тем дольше и либо вообще пожизненно такой мужчина остается рядом практически с любой женщиной. Но у меня сейчас будет скоро, на самом деле, семинар про архетипы именно мужские, где я прям подробно рассказываю, что, зачем и почему, какой архетип, какой, что для меня нужно, чтобы его удержать, стопроцентно удержать, то есть не просто там какие-то вымышленные истории, а непосредственно через греческих богов, через Зевс, через Поседона, вот, мы как раз... Ну, собственно, это такая тема очень обширная, что можно делать, что нельзя делать, какого цвета колготки можно носить, какого цвета колготки нельзя носить, об этом я тоже говорила, да, да. А покрашение не действует? О, ну это вообще магия, это классика, а как привороты действуют. То есть никто, кстати, на яблочко не пробовали то, что я на Хэллоуин? Есть, некому. Все понятно. Все понятно. А то я только что-то выкапываю яблоки старые свои, как не пойду новое закапываю, то старое мне выкапывается. Видимо, как-то ведет меня именно, вроде кажется, что другое дерево. А подхожу, начинаю копать, и вылетают старые яблоки. Вот, поэтому, да, привороты тоже очень, ну это не привороты на самом деле, это такие, напомнить о себе, немножечко присушить, напустить тоску, это очень, то, что я давала, это очень такие, да, поверхностные и не вредящие, скажем так, методики, те, которые не вредят ни нашим мужчинам, ни... Ну, то есть, как минимум, самое плохое, что случится, это ничего не случится. А как, соответственно, максимум, это случится. Что человек объявляется самым невероятным и чудеснейшим образом. А если путешествие, на каждое отдельное или можно просто несколько перечислить? Ну, желательно, на каждое отдельное, да, потому что у каждой стороны свой эгрегор, своя энергетика. Поэтому, конечно, лучше каждому отдельному. Так, у нас еще одна минута есть. Ну, я дам, дам, доп, время, да, дополнительное время. Ну, я, на самом деле... Ну, я, на самом деле... Ага. На самом деле, я даю такую практику на семинарах, я прошу написать 300 желаний. Даю на это питание. Нет, конечно же, не за 6 минут, там чуть-чуть побольше, и будет 20. Но это очень хорошо работает. То есть из 300 желаний мы отфильтровываем до 100, потом мы отфильтровываем до конкретных 10. И это очень большая ресурсная техника. Вот сейчас мы тоже отфильтруем до 10, я тоже расскажу, как. И потом поколдуем, ну, вернее, поколдую я вместе с вами, чтобы это желание имело свое эгрегорное исполнение. Вот, озвучивать желание не обязательно. То есть то, что вы пишете, вы не будете это сейчас мне прилюдно читать и так далее и тому подобное. Поэтому можете писать самые такие сокровенные желания, какие вам бы хотелось. А когда мы пишем 300 желаний, там все что угодно. Я хочу кофе, я хочу кофе с корицей, я хочу поплавать в бассейне. То есть это абсолютно такие, просто я хочу, которые мы потом фильтруем до, что же я хочу на самом деле. Потому что если... Что? 300. 300. Ну это очень, Оля, это настолько ресурсная техника. Это настолько стопроцентная гарантия. Я вот сколько раз не делаю, поражаюсь тому, как она работает. Да, и с определенными заговорами, так это вообще. А тем более Луна у нас, у нас сейчас Луна растет. Вот, поэтому это самые такие, самые такие дни, когда мы должны насыщаться. Плюс еще у нас Юпитер сейчас. Почему у меня оранжевые ногти? Те, кто был у меня на семинаре, знают. Потому что Юпитер имеет шафрановый оранжевый цвет планеты. Это самая добрая планета, самая хорошая. Та, которая нам позволяет... Звездный день, кстати, никто не делал. Ой, отличники сидят сзади. Я поняла. Звездный день, да. Это тоже очень такая практика расширения, очень классная. Мне позвонила девочка, которая говорит, ну я не... Семинары, я не могу. Ну что, ну что, я вот одену все свои бриллианты и пойду ходить как дурочка по дому, значит, нет. Я говорю, ну одень, походи час. Ну почувствуй себя час дурочка, какая разница. Она походила, говорит, знаешь, звонит мне через два дня. Мне поступило предложение попасть не просто на вечеринку, а в гольф-клуб. Закрытая вечеринка такая, закрытая тусовка, я даже не назову. То есть туда, куда, она говорит, я вообще думала, что я никогда в жизнь не попаду. Вот стоило просто сделать звездный день. Поэтому это все такие очень действенные техники. Плюс я их заряжаю. Когда я вам говорю, я даю определенные вам межсловные, межбезусловные такие между словами заговоры, которые настраивают уже сразу априори на то, чтобы исполнялось то, что вы задумываете исполнить. Поэтому это такие очень действенные практики. А сегодня еще у нас сейчас Иса взорвет зал, как обычно. А Андрей потом еще своей энергией все это реализует еще последним, заключительным образом, красивейшим обрядом. Поэтому сегодня, конечно, магия, она прямо чувствуется. Потому что нам даже навигатор говорил, мы едем час сорок. А мы приехали, наверное, минут за пятьдесят. Хотя мы позвонили Андрею, сказали, что мы, скорее всего, опоздаем. Но вот так вот получилось, что сегодня очень магический день. Это канун действительно зимнего солнцестояния. В этом году он действительно 22 декабря. Тогда, когда земля начинает, ну, земля начинает новый круг, конечно, в день весеннего солнцестояния. Но, тем не менее, это внутренняя старуха каждой женщины, которая не должна, должна прожить определенную боль. Это про ту историю, когда приходит клиент и говорит, мне плохо. А где тебе плохо? Что? Почему тебе плохо? Ну, вот просто мне плохо везде. Мне плохо все. Вот это вот история о таких клиентах, которые, о таких, вернее, состояниях, когда, ну, плохо все. Вот это состояние внутренней старухи, когда мы вот эту боль выковыриваем и несем ее наружу. Поэтому это такой очень сильный архетип, который должен иметь место быть. Ну, как, девчонки? Все. Все. Просто давайте я еще дам минутку. Просто почему я даю время? Я могла бы сказать, как напишете там, скажете, что написали. У нас есть внутренняя энергия мужская. Внутренний мужчина – это анимус. А у каждого мужчины есть внутренняя женщина – анима. И, соответственно, когда мы даем им право реализовывать у нас через, допустим, дисциплину того же времени, мы притягиваем к себе лучших из лучших мужчин в нашей жизни. Независимо от того, есть они у нас или нет. А у кого они есть, те начинают, собственно, обладать такими, вдруг развиваться в таких направлениях, с такими качествами, в которых раньше не было замечено. Вот, поэтому… Это как инь-янь же. Мало кто знает, что на самом деле… Вернее, ин-янь. Вернее, ин-ян. Да. Мало же кто знает, что на самом деле это не мужское и женское начало, а переводится дословно – это синевая сторона холма, на которой растет чай, да, и солнечная сторона холма, на которой чай не растет. Вот, например, мужчина, который… Если у вас история про то, что ваш мужчина очень такой эмоциональный, очень такой прям вот импульсивный, отдыхать ему хорошо в холоде, где вот женщина, которая более такая прохладная. Смотрите, сейчас те, кто написали, да, говорю вам, те, кто не написали, дописывайте. Я хочу, чтобы вы посмотрели каждое желание с точки зрения действия. То есть, допустим, что я имею в виду? Допустим, желание «я хочу кофе», да, это мне нужно пойти, положить купюру в автомат с кофе, и он мне выдаст очень вкусный кофе, и я его попью. Это мне нетрудно сделать, я, естественно, хочу кофе, это мое истинное желание. Или, к примеру, желание полететь в гости, там, кольчики в Канны. «Ну, я хочу очень в Канны, но это сейчас по пробкам, мне нужно ехать в аэропорт, потом 10 часов лететь на самолете». Я хочу, но вот эти вот действия, они меня очень напрягают, поэтому, наверное, я вот, это немножечко не мое. Поэтому я хочу, чтобы вы сейчас вот таким принципом отфильтровали те желания, которые действительно ваши, от тех желаний, которые ваши. Ну, вот немножко вам некомфортно было бы их исполнить. Ну, как бы вот не очень, не очень бы, не очень бы это было комфортно. Вот, допустим, чтобы были хорошие отношения в семье. Или это та история о том, что я с удовольствием поговорю с каждым, и с большим удовольствием дам им там всем советы, или скажу свою точку зрения, или это «Ой, надо сейчас каждому подойти», к этому выслушать вот это, у этого выслушать все это. То есть про что эта история? Как это действие, ложится на ваше желание или не ложится? Вот я хочу, чтобы вы сейчас отфильтровали до 10 желаний те, которые действуют, ну, может, не до 10, может быть, у вас останется все 20, может быть, у вас останется, но желательно, чтобы остались 10. И давайте лучше нет, давайте, чтобы осталось 10. Вот так я задам так. Мало, мало. Мало, вы можете потом сделать еще один. С другими желаниями, правда. Ну, просто сейчас, чтобы в рамках, чтобы мы успели, я зарядила, это будет «Людмила, ну почему-то я знала, что вы так скажете». Вы можете потом сделать еще один такой, ну, я назову, бланком, листиком. Я бы все за 4 взяла бы. Я бы тоже взяла 3 из этого, знаете. А если это прям все те, которые уже много раз придуманы, прям вот карты? Фильтруйте. Все равно 10. Все равно 10. Да, можно, а там вот, конечно. Оставляйте 10, потом просто сами без меня сделайте еще. Оставите 10. Или напишите. Ну, гарантия дается на те 10. Да, гарантия дается на те 10. Я буду все-таки написать. Поэтому мы таким образом фильтруем, чтобы у нас осталось 10 желаний. То есть 10 можно не написать? А вы знаете, сегодня же магия. Давайте, если у вас все 20, те, которые у вас действия ложатся, оставляйте 20. Давайте, да, так сделаем. Если все-таки есть, которые такие немножко, да, там сделать вот это, вот это, то... Фильтровываются, отфильтровываются. Да, да. То... А если... И у меня жадность, у меня просто очень четко цели вошли. Знаете, а здесь нет жадности в желаниях. Желание само по себе подразумевает жадность. Поэтому вы не можете... А я написала, что желание в целом цели. Цели, да. Да, да, да. Но я же не только сказала, желание в целе, потому что у нас у семинаров стратегические цели. Поэтому да. Фильтруется очень хорошо, я знаю. Сама по себе знаю. Когда у меня вроде обычное желание было, хочу кофе с кардамоном, это надо, значит, кофе сделать. Зернышко кардамона найти, это банки перерыть. А в каком... А нет ли там жучков? У меня это было... Буду просто кофе. И вот как-то вот такие вот. Тем более, что когда куда-то полететь, для меня это вот как раз тоже проблема, потому что это мне надо... Я живу, у меня жилой комплекс находится на Новой Риге. Это мне нужно по пробкам, да, ехать до Шереметьево. Плюс там еще трасса пока строится, постоянные заторы. После этого мне нужно еще пройти регистрацию. Еще желательно не смотреть на Дьюти Фри, пытаться как-то абстрагироваться, чтобы сразу не потратить все деньги. Плюс еще в самолете у меня жутко сохнет постоянно волосы в самолете, когда мы в перелетах. Мне нужно каждый раз их намазывать маслом. У меня это... Я хочу в Кану, но это... Сейчас. А есть когда лето, ну и что, намажу, боже мой, пробки, да, летом пробок нет. То есть вот именно те, которые сейчас у вас вызывают вот это или не вызывают? Одиннадцать осталось. Одиннадцать. Значит так. Если вызывают, но очень хочется. Все равно, значит, не то пока. Не время. Не время просто. Но вы тогда просто будете нечестны с собой, и оно не исполнится. Вот и все. Вы можете, но... Я очень хочу в Кану, но это... Сейчас мне. Вот смотрите, сейчас я хочу, чтобы рядом с каждым желанием поставили балл от одного до десяти, насколько вы верите в то, что это желание может исполниться. Десять это максимально, да? Десять это максимально, и, соответственно, единица это минимально. А ну а все будем десерки поставить? Шикарно. Конечно можно. Магия. Никаких ограничений. Прикрасно. Да. Если вы верите, что исполнятся все ваши желания, прям вот... И у меня, например, было желание, одно из дебильных желаний, но оно почему-то осталось у меня в отфильтрованном списке. Ну как, почему осталось? Потому что я очень... Для меня есть такой один из... Правда, нехорошо себе создавать, но такой почти птику мир, это Владимир Пирожков, он вообще строит космические корабли для нашей российской, собственно, для России, для нашей страны. И он сказал буквально недавно, что, я тоже говорила это на семинарах, на своих, что мир уже, эволюция дошла к такой степени, что вкладываться в ресурс строительства дорог уже настолько невыгодно и бесполезно, что скоро у всех будут свои самолеты, вот, и это неизбежно, неизбежно, что у нас в течение, там, 10-20 лет у каждой будет, не потому что мы такие будем круто зарабатывать, а потому что это неизбежно, эволюция дорог, все, ничего не сделаешь, новые трассы придумаешь, они будут стоять, ну, абсолютно это уже не ресурсно, и поэтому скоро будут самолеты, и я, у меня вот было такое желание, которое почему-то отфильтровалось, я хочу себе купить самолет, вот, собственный, и, но у меня, у меня, вот, вот он не был 10 баллов, хотя он не трогался, но, тем не менее, сегодня ночь, когда мы можем все, поэтому, да, 10 баллов шикарно, просто шикарно, у меня, вот, был самолет в 1 балл, но я потом расскажу, что делать с тем, если у вас какое-то желание вызвало меньше, допустим, 7 баллов, вот, у меня был самолет, который вызвал 1 балл, девчонки, сейчас я говорю тем, у кого какое-то желание, 7, семерка, или ниже, еще, еще ниже, вы должны разделить это желание на маленькие желания, то есть, для меня это было, если я не заработаю на самолет в течение года, значит, я смогу вот такое-то, вот, когда вот он, вот такую-то сумму отложить на него в этом месяце, вот такую, в этом месяце, и через 20 лет, когда он там будет уже столько-то стоить, у меня будет определенный на первый взнос, там, к примеру, то есть, я разделила на несколько желаний, у меня оно сразу с единицы, то, что я верю, что это желание исполнится, оно возросло мне до восьмерки, поэтому у кого есть вот такие цифры ниже разделите, или там квартиру, да, а я вот здесь могу ужать себя немножко, вот здесь могу ужать себя немножко, вот так я накоплю на первый взнос, и потом уже мне будет легче, то есть, разделить это большое желание на несколько маленьких действий. И посмотрите, если это желание все равно вызывает у вас, уже вызывает у вас больше баллов, ставьте больше баллов. Если все равно вы его оцениваете на семерку, шестерку, пятерку, то оставляйте шестерку, пятерку, семерку. То есть вы должны интуитивно чувствовать, как это, про что это. И сейчас, кто поставил, я хочу, чтобы вы посчитали сумму баллов ваших по всем желаниям и разделили их на то количество, на количество желаний. То есть у вас 11 желаний, вы сделали, допустим, у вас 150 баллов образовалось, вы их делите на 11. Вывести средний балл. Балл и мне сказать, какой он. Сказать, сколько желаний и какой балл в итоге. А я все не поставила. Что, десятки? Ну, прекрасно, можете, значит, не считать. У кого все десятки, не считайте. Это все понятно так. У кого не все десятки, считаем. У меня одна только восьмерка. Нет, не считайте. Восьмерка одна вам ролик собрать никакой. Это все равно. Я потом объясню, что это значит. А те, у кого нет, считайте. А десятки перемножик? А зачем, если у вас восьмерка одна там все равно? А, ну все. Одна всего. Это вам не даст, ну, это вам не даст меньше 80% в итоге просто. Поэтому у кого все десятки, можете не считать. У кого, ну, или там одна восьмерка. А у кого разные разношерстные баллы, то считайте, да. И скажите мне потом сумму и количество желаний, на которые вы их там делили. Практика. Это неизбежно ведущие. Коспо-моему, неизбежно. Я просто подумала про 300, 100 писала. А просто про 300, мне кажется, что это 80%. Ой, это такой, это же принцип колба. Это определенный, это супер, это очень ресурсная техника. Очень ресурсная техника. Причем остается, как всегда, вот как назло, какие-то вот там 15 желаний. Потому что ну было же 300. А в итоге остается, отсеивается, отсеивается, отсеивается. Остается 15, и думаешь, а ну вот оказывается, чего я хочу. То есть совсем, совсем по-другому, да. Ну, у вас, собственно, понятно, у вас там 118 или 108, что получается в качестве у вас. В смысле, сколько желаний? Ну, вы сейчас уже посчитали на всякий случай число все-таки, да, я так понимаю? Нет, ну, у меня получилось 12 все-таки желаний, я одно очень главное забыла. Ну, все по 10 баллов, кроме одного. Ну, 118. Получается. 118 получается. Ну, в итоге, да. А, ну да-да-да, до 118. Все правильно. Спасибо. Все, все готовы? Да. Так. Наташа, да? Да. У вас? У меня 10. И балл? А, нет, в смысле, если честно, желания мне дают 2, просто ссылка хорошая и запомнила 2. 10. Все. Я просто, честно, очень, знаю, я вот... У вас 10 желаний? Нет, желаний мне больше. Балл по 10. Все по 10. Ага, у кого не по 10, разные баллы у вас, да? Нет. Сколько у вас получилось? Ну, 96 у меня получилось. А желаний? 10. Так, 9, 6. Так, хорошо. Ага. У кого еще разные желания, не десяточные все? У вас? У вас и десятка? А у вас? Длина по 10. То есть больше ни у кого нету, халтурщики сидят сзади, я поняла. Поняла. Поняла, ты же сегодня даешь подарки, мы на радость, и и все. И просто сочи больше такого никогда не был. Все это понятно. Своё желание складываем так, чтобы я его не видела. Ваше желание – это таинство. Мне нужна... Ваше разрешение сейчас буду дотрагиваться до затылка. Потому что у нас третий глаз, но несмотря на то, что все считают, что он здесь, на самом деле, здесь волосы стали на затылке дыбом, поэтому всё это не просто так. Так, с вас начнем? Можно, да, ваше желание? Я еще вот так сложусь. Вас как зовут? Вера. Вера. Вера, я не знаю, я сама. Глазу закрываем. Спасибо. Можно открывать. Закрываем глаз. У вас как зовут? Вера. У нас есть, что Наталья? Да. У нас есть, что Наталья. Ну, вообще, не очень. Не просто нет. Ну да. Если уточнили, значит, что Наталья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Какое-то желание Какое-то не ваше желание Так, что мы делаем? Значит, смотрите Эту бумажечку мы в течение 72 часов сжигаем И пепел развиваем по ветру, по окошкам Смотрим, куда пошел пепел Вверх или вниз? Если пепел пошел вверх, значит желание исполнится быстро Если вниз, то какие-то обстоятельства, которые возможно чуть-чуть отодвинуть По поводу еще одна вещь, чтобы сбылись желания В течение 72 часов нужно сделать что-нибудь для того, чтобы это желание исполнилось Что-нибудь, какой-нибудь маленький шажочек предпринять В какой-то маленький момент Все по каждому желанию Что-то вот минимальное Может быть там рубль отложить на счет положить какой-то Или вот просто кому-то что-то сказать То есть что-то, чтобы ваше желание сбылось Понятно, например? А на память можно написать? Ну, переписать у них можно Переписать можно Переписать можно Желательно сфотографировать, да Чтобы переписывать Да, потому что сейчас мы что сделали? Мы из астрального перенесли в реальный мир И потом из реального мира мы опять перенесем в мир астральный То есть мы сделаем такой колду Ну да, такую циркуляцию Поэтому вот И плюс каждое желание сейчас у вас, каждый лист, он заряжен Поэтому, соответственно, будем делать, да Именно вот такими вот магическими методами Да, у нас время закончилось Так быстро Не сообщили? Ты с тобой все время, как одна секунда Все на бинаре и все раз уже полтора часа Да Да, если перел полетел вверх Значит желание сбудется быстро Достаточно быстро все практически Если полетел вниз, то какие-то будут обстоятельства Но еще и Помимо этого всего Если полетел в разные стороны То просто не определено, значит, время Вот так Бывают еще разные стороны Если желание, ну где я писал, например, да У меня это распланировано уже Я знаю, когда это будет девка Я спокойно сделаю Мне не привязываюсь Но есть какие-то объективные вещи Когда сколько надо времени, чтобы случилось То есть он уже тоже как раз Да Ну а у вас какое-то одно желание Вот какое-то под вопросом Прям отошло Сейчас ладно, только все задерживаю Наверное, прямо Правильно Скажем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому